а я посмотрел кстати и проверил хорошая камера мне так она нравится реально не надо никуда проматывать просто кнопочку нажал посмотрел туда ли головка от обошла что за камера камер конечно непростая такая камера примерно стоит 50 тысяч долларов именно такая камера стоит 50 тысяч долларов да это один из самых крутых вариантов видеокамеры кигами кстати у меня две штуки есть одно из них я покупал как для виктор филиппович рашникова когда я был у него личным оператором а второй для себя чуть 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 позже купила и это тоже лучший вариант и честно я вам скажу что круче них я честно и и ничего и в этой природе то и не видел да вот тут возникает два дивных вопросов в чем я нахожусь потому что есть отдельные товарищи которые думают что это какой-то практика ненужное находиться в шёртсах так вот это шёртс это футболка а не ти-шёртс ти-шёртс это называется с такими штучками настоящая футболка с нарукавниками не полностью нарукавниками тогда получается рубашка не помню как она назову попозже естественно это буквально шёртс так вот в этом шёрте я ходил в том месте где мне подали предали мне самые замечательные качественные лекарства а что касаемо остальных вещей да вот я могу так делать вот еще могу так сделать и вы думаете что я там выстригая нет это просто вырвал никаких проблем не было то есть не надо ничего думать что я человек далеко не правильно я стараюсь быть правильным человеком и вам немножко объясняю почему я вам рассказываю про эту дивную камеру потому что сейчас есть дивные бредятинские камеры под название вот эта хрень да 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 и почему я беру в руки вот эту штуку потому что называется fpv-dron теперь мы берем в руки эту хрень и fpv-dron и пытаемся все это дело законнектировать а во 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 а сейчас я вам расскажу что произошло ровно примерно два-три дня назад о сколько я слов на себя сложила как правило них совсем хороших потому что я не понимаю вот этого говно вот это говно вообще нам ничего не дает то есть если мы спокойненько работаем с компьютером да то у нас есть что у нас есть мышка и в принципе на эту мышку происходит сообщение что что-то где-то неправильно произошло то вроде свои вам надо посмотреть покопаться и сделать в данном случае этот пока кстати продает сейчас кстати стоит достаточно недорого потому что я купил свое время он стал естественно дороже ну да ладно не в том суть событий то бишь я целый день грузил устройство которое нужно будет для того чтобы этот fpv-дрон работал он не самый дорогой но он один из самых лучших потому что как бы вам сказать я попробовал в другом месте то есть это конечно тема была немножко другая и не в челябинской области типа что нужно было что-то внутри снятия на дрон да так вот стандартный дрон который у меня тоже есть он не работает потому что не видит gps сигнала то есть внутри помещения вы не сможете на нормальном дроне взлетнуть потому что не видит gps сигнала вас тупо посылать куда-нибудь подальше именно для этого для того чтобы располагаться в помещении вам необходим fpv-дрон что такое fpv-дрон fpv-дроном вы сами пытаетесь и исследовать хозяйство там где вы должны сумать но но возникает вопрос под столько поскольку это fpv-дрон вы не можете убрать рукоятки направления движения самого дрона не вверх не вправо не влево потому что это может не получиться и дрон просто просто разобьется и в принципе это не самый дорогой дрон но он тоже иногда бывает то есть принципе объясняя ситуацию довольно часто он вылетает из зоны действия уже неоднократно это было ладно я хоть успеваю немножко присадить тогда в принципе лопасти остаются на месте но в принципе этот дрон не brushless то есть здесь обыкновенные движки вот то есть там обыкновенные движки через систему шестерни они вращают винты а вот на fpv-дроне там отдельные бесщеточные движки стоят вот это клёво но чуть позже я их естественно куплю но надо опять же брать какой агрегат вы собираетесь брать потому что как бы вам сказать много людей которые на дронах снимают ну увидели да посмотрите магнитогорске там все это снимается на дроне он так как нужно летит 5 10 человеку больше ничего не нужно пока дрон летит он пытается видеокамеры немножко подработать сделать картиночку но это дрон это не fpv-дрон fpv-дрон летает только при вашем взгляде и вашем положении тела к слову о том что у нас сейчас возникают проблемы в связи с тем что отдельные дебилы блин так и не поняли что им предлагали просто газа тырить и жить спокойненько они решили зайти в нато естественно куда еврозону ну либо я идиот либо они такие то есть еще раз говорю до зоны действия подразделения под названием москва оттуда можно долететь в принципе не так уж и далеко то а извините подвиньтесь это никому-то и не нужно и поэтому им сказали но они не поняли и у нас начинается другая тема то бишь что сейчас идет в принципе это далеко не дешевый вариант нашего бытия и когда дроны вылетают то есть вылетает сначала настоящий дрон а потом уже другая техника то есть давайте все-таки определимся то что было в первую во вторую мировую войну да то есть там количество жертв это были немножко дешевле чем когда у вас взлетает дрон потому что потому что дрон дешевое удовольствие одна пуля выпущенная качественно снайпером это все-таки гораздо дешевле чем самым пиви дрон который выпил летает то есть впи дрон именно залетает туда куда нужно потому что стандартный дрон будет просто смотрите показывать и все-таки определившись ценой вопроса ну плюс-минус 200 или 300 это удовольствие ну ориентировочно и суммы примерно наверное две тысячи долларов плюс-минус это не одна пуля ну понятно да ну такая наша жизнь что я могу сказать но я очень сильно сложив на себя большое количество неумных вещей я попытался сложить большое количество неумных вещей на создание вот этого говна потому что как только вы не торопясь будете работать грузить туда всякую шибатуху и плюс еще снимать на нее быть четко забьете тот вайфайный канал который вам необходим ясно то есть он вайфай видит но не видит а самово сетевое окружение он просто не видит и чтобы мне пришлось а мне пришлось полностью полностью убрать целиком все что нужно было на этом телефоне да вы знаете в связи с тем что я хорошо занимаюсь и вам маленький нюанс расскажу что самый качественный вариант вот те три фотоаппарата да почему те три фотоаппарата потому что на них вы снимаете снимаете на фотокамеру потом все это дело вы распечатываете и вот эти все распечатанные листы хранятся и очень долгое время потому что это же все таки механика процесса была другая чем сегодняшние на спирту растворимые чернила потому что на спирту растворимые чернила рано или поздно теряется свой цвет если у вас допустим место есть такое куда освещение нету то они еще прожил от некоторое количество времени но рано или поздно цвет теряется другой вариант если вы все это делаем печатали и все это дело хранится стопка я очень хорошо работал у меня в виде фото принтер на шести растворяющихся красках проработал 12 лет у вас он проработать столько вряд ли в общем я очень много отработал напечатал все нормально но она лежит а у вас у людей вот что вы хотите вывод на это все дело снимаете со всеми делитесь а потом внезапно когда телефон был все что вы сохранили здесь исчезает исчезает и вы получаете бамбук потому как все это испарилось вы не сможете ничего вспомнить потому что перелена все туда и ушла мало того эти телефоны разбиваются и вот эта дьявная ситуация но как бы сказать я также храню но может быть у вас также что-то дело хранится и вы сохранили все это делом на своем компьютере но сегодня сейчас вы не собираетесь компьютер брать вам ноутбук хорош а у него есть такая штука подзывается пси сидишь к систишка это в принципе та же самая флешка у меня их показать вам сколько у меня их как коцаных которая рано или поздно навернулась и рано или поздно ваша си сидишь кабин бомбанется и вы опять вылетаете как получилось в отличие от вас у меня есть несколько компьютеров естественное все это дело копирую у меня не один компьютер естественно ну и все то бишь то бишь что я сделал ударил все закатал нормально и все все стало работать почему я вам это дело объясняю это никто не вам не расскажет если вы что-то захотите взять к себе допустим дрон посмотрев все это дело на ютюбе где вам просто тупо прямолинейно скажут устанавливайте все это дело туда еще раз говорю перед тем как вы будете устанавливать что-то оттуда я рекомендую снести все это дело куда-то в архив убрать все это дело из планшета на компьютер раскопировать его на несколько источников как у меня допустим потому что один иногда бывает блызгается у второго винт навернулся у третьего допустим блок питания блызгается то есть все дело копируется то есть мы не будем говорить что все это дело на одном компьютере нет 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 не надо этого делать естественно либо он просто может стоять и вы очень очень редко к нему обращаетесь тогда еще более-менее нормально но для этого вам хватит агрегата которую в принципе вот у меня 2005 год он абсолютно нормально работает я люблю их я всех своих компьютеров люблю потому что они приносят мне деньги потому что они приносят мне результат потому что вы это делаю видите и они сохраняют все данные поэтому лучше взять несколько компьютеров не надо мозги канифорить и давайте все-таки определимся что если вы будете брать старые компьютеры но смысле хорошие компьютеры не вот это все планшетники на 9 дебиложопники почему допустим планшетник необходим это просто необходимо куда-то съездить там что-то смонтировать но лучший вариант лучший вариант это все-таки стандартный компьютер потому что он разбирается и в случае чего вы просто это дело поменяете если вы скопировав сюжет умудряетесь это дело переделывать на несколько компьютеров то есть как у меня то есть на одном я монтирую на другом идет архив третье у меня скидывается все это дело в эфир вот так надо делать они все это дело чтобы было на одном компьютере потому что это блызь и вы начинаете думать а чё делать то а чё делать а куда весь архив навернулся вот так вот то бишь сначала удалите все свои приложения установите все это дело в разряд заводских установок это слава тебе господи еще есть подождите немножко быстро это не получается где-то минут 20 начинает грузиться все это дело очищает делать все красиво и ровно и уже сразу же первоначально устанавливаете те необходимые вам программы для дронов даже невзирая на то что это может быть и fps дрон все равно лучше убирать всякую чеботуху которая вы туда нашпиговали и только потом вы можете спокойненько летать конечно для меня это большие проблемки возникают но это же моя отдельная тема потому что видите как бы я вам сказал так что лучший вариант это все-таки использовать настоящую профессиональную технику но не каждый переживет умеет делать и в связи с тем я сейчас начинаю просто смеяться вы знаете как я начинаю сейчас смеяться то есть наших фотографов смысле операторов не пустили куда на выборы президента соединенных штатов америки то есть сегодняшний материал я показываю это примерно третье число через минут на 20-30 все это дело солью в эфир а то есть у человека в точече появится оставили ладно хоть компьютер или телефон у них оставился да то есть они вот пытаются на себя наснять и и все такой бред это такой бред зачем это все делать я не понимаю настоящий человек к слову давайте все-таки переговорим нужен ли настоящий человек магнитогорске наверное он не нужен и поэтому не надо думать о том что рано или поздно этот человек куда-нибудь не уедет 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 и не надо ничего говорить потому что надо жить делать обладать данными и хотелось бы чтобы меня за это время ценили потому что тот что я вам сейчас рассказываю внимательно еще раз раскидайте везде и всюду просто просто для того чтобы вы были включены в соотношение для того чтобы ваш дрон работал первоначально для этого я у крайне и грамотно рекомендую произвести полный снос всякой фигни которую туда поставили вот и все